19 августа вся православная россия отмечала один из 12 важнейших праздников преображение господни или яблочный спас торжественные службы прошли во всех храмах страны в том числе и в карачаево-черкесии в этот день православных жителей республики освещали яблоки виноград и другие плоды для добровольцев храма николая чудотворца города черкеска этот день стал двойным праздником здесь не только отмечали яблочный спас но и отдавали дань уважения тем кто в течение года помогал фронту музей истории церкви и казачества собрались добровольцы волонтеры которые самого начала спецоперации оказывают самую разную помощь нашим бойцам кто-то изготавливает маскировочные сети и окопные свечи мягкие носилки для раненых бойцов браслеты выживания сухие души собирает продукты и медикаменты а кто-то ведет сборные генераторы рации для военных и доставляет помощь мирным жителям детским домам донецкой и луганской народных республик конечно это очень большой колоссальный труд причем это не труд от праздника к празднику это постоянный труд то есть они ежедневно приходят в николин уголок рано утром и например плетут маскировочные сети когда приходит сезон мы изготавливаем окопные свечи браслеты выживания вот сейчас отправили помощь в курскую область буквально вчера и они объединяются вокруг наших ребят то здесь нет неравнодушных людей таких неравнодушных которых объединил никольский храм более 500 этот член и групп зуб родины все для победы николин уголок поблагодарить за доброе сердце и милосердие пришли представители общественных организаций председатель общественной палаты карачаево-черкесии и елена лишова вручила добровольцам благодарственные письма главы республики решила темризова рада всех приветствовать такого замечательного святого дома тем более в такой замечательный праздник я понимаю что здесь собрались самые неравнодушные люди люди которых горячее сердце люди которые готовы поделиться не зря наш президент говорит что мы своих не бросаем те собрались те кто понимает эту фразу действительно делают все для нашей родины когда находишься рядом с такими людьми хочется еще больше творить добро и говорить спасибо вот сегодня буквально мы говорили на августовская конференция педагогическая о том как воспитывать детей так вот мне надо говорить а нужно просто с вами встретиться и чтобы дети и родители увидели таких неравнодушных настоящих людей людей с большой буквы вот что значит быть человеком вы просто показываете и вот сегодня действительно урок жизни урок и для молодого поколения и для нас для старшего поколения как нужно жить выучите нас как нужно жить что значит помогать людям самое главное что здесь собрались люди разных национальности конфессий как правило и лена владимировна что вы делаете действительно такое святое дело не побоюсь этого слова не на словах а на деле приближайте победу и действительно тот лозунг мы своих не бросаем и победа будет за нами я не сомневаюсь что это не пустой звук а именно так он и будет спасибо вам большое среди награжденных ирина попова из группы все для победы которая работает на базе центра образования номер 11 города черкеска сегодня в ряды входят около ста человек это не только педагоги и ученики образовательного учреждения для меня конечно новость что этих награждают но это очень приятно я думаю что это не моя награда не думаем вернее знаю что это не моя награда дело в том что когда была объявлена мобилизация наших ребят у нас в центре образования открылась такая небольшая группа единомышленников среди детей педагогов родителей в помощь этим ребятам потому что мы понимаем что как бы государство не помогало всегда народ участвует в помощи нашим ребятам солдатам людям которые в этом нуждаются и вот мы первые дни всегда сначала начиналось с того что начали писать письма какие-то небольшие посылочки к праздникам отправляли но потом это более в масштабное такое переросло событие когда мы стали привлекать не только тех людей которые относятся к центру образования но и ко всему городу черкеска в основном это обучающиеся педагоги родители но и все неравнодушные жители кто захотел к нам примкнуть мы собираем также посылочки помогаем в работе других больших более крупных групп города черкеска с которыми мы в тесном взаимосвязи находимся видим где нужна помощь откликаемся и организовываем общие сборы среди женщин которые плетут маскировочные сети для бойцов в никольном уголке немало тех чьи мужья отцы и сыновья находятся в зоне проведения спецоперации у анны зираева никто из близких не воюет тем не менее практически каждый день после работы она приходит помогать фронту каждую неделю добровольцы группы сети отправляет бойцам несколько маскировочных сетей когда мы делали первую десятку сетей это заняло у нас несколько месяцев сейчас мы преодолели рубеж в 200 сетей и уже пошла третья сотня да пришло больше людей да мы оттачиваем свое мастерство и соответственно повысилась скорость на самом деле какого-то графика работы у нас нет люди приходят в то время когда они могут кто-то приходит в 5 утра и плетет два часа до работы кто-то приходит после работы и плетет с 8 до 10 ну вот так работает николин уголок все работают по возможностям и по совести и по зову души потому что в данном случае это абсолютно добровольное начало здесь никто не получает за это зарплату никому не назначают во сколько им приходить и во сколько ему ходить каждый человек для себя выбирает что и сколько и в каком объеме он может сделать для того чтобы помочь руководитель отдела по церковной благотворительности и социального служения пятигорской епархии протеерей сергей акименко тоже приехал в черкесск не с пустыми руками он вручил собравшимся благодарственные письма от архиепископа и афилакта как один говорил однажды полководец заводный что победа в бою на три четверти зависит от силы воинского духа солдат и только на одну четверть от количества солдат и вооружение и этот полководец доказал блестящие свои слова поставим на колени многие западные страны но сила воинского духа его солдат была сломлена силой воинского духа солдат наших которые были воспитаны в раках александра немского дмитрия донского и тогда еще сохранялись до екатерининских времен и наши ребята они конечно чувствуют поддержку наших добровольцев это для них поверьте очень важно я сам сопровождал гуманитарный комбой на линии соприкосновения общался с этими ребятами и мне бы еще что хотелось сказать что ваше дело очень важно чем однажды еще в юности я смотрел фильм который называется гитлер и он притворяется такими строками эдмунд берг писал что единственное что требуется для триумфа зла это чтобы хорошие люди ничего не делали слава богу что наши хорошие люди не бездельники да то есть мы все делаем по мере своих сил все для того чтобы победа была за нами чтобы зло было побеждено с первых минут наша церковь русская православная она откликается на те просьбы которые бойцы как бы адресуют нам и мы молимся за них и если они просят о чем-то то мы помогаем стараемся по мере наших сил вот поэтому здесь это как бы само собой это наша служба мы это обязаны делать это наш долг вот из этих побуждений добрых чтобы они вернулись живыми именно для этого известный предприниматель республики юрий богначев перепрофилировал свое предприятие сейчас он выпускает самую востребованную продукцию для фронта до производства беспилотников дроны первую партию нас уже взяли отправили на своего ну ждем ответа как бы производство налажено любые объемы можем выполнять карача черкесии не было такого производства теперь она будет собственно производство карача черкесии помогали нам были инициатор поляков евгений предложил это дело значит познакомил с людьми с москвы которые ребята постоянно на большой как бы на стабильной основе поставляют на свой эти дроны они нам помогали налаживать производство сейчас на собственное производство уже вполне работаем вполне стабильно делаем можем разных частот делать разных мощностей дроны ну девятки десятки это самовостребованные дроны на сегодняшний день конечно же большое спасибо волонтеры оказывают огромную поддержку фронту понятное дело государство у нас есть государство остается не в стороне далеко но каждого жителя не только карачаева черкесии но и россии мы должны объединиться вот когда мы полностью объединимся тогда будет победа необходим вклад в эту победу каждого человека неравнодушного а такая ситуация которая сейчас происходит фронте зоне специальной военной операции она просто не может оставить никого равнодушным общие фотографии на память и дружеские посиделки за чашкой чая так завершилось торжественное мероприятие который еще раз показал в россии много неравнодушных людей они живут с нами рядом так а а ну и и и и и и и